чтобы ему выдали сумму размером 65 тысяч рублей на руки. Средствию необходимо понимать, на что он был нацелен. На ваше личное средство или же на кредитное средство банка. У вас из личных средств такая сумма могла иметься? Скажите, пожалуйста, вы вообще вот такие вопросы можете задавать по телефону? Естественно, согласно 327 статье я имею право производить дознание в устной форме. По закону имею право. Странно. Как-то... Нет, ничего странного. Следственное управление занимается этим по западному административному городу Москвы, так как факт мошенничества был в Москве. Если у вас есть возможность подъехать лично к нам, приезжайте. Может быть, я лично подъеду тогда по Волгодонску? Как-то странно. Как смысл? Вы можете поехать по Волгодонску, но вот если факт мошенничества был в Москве, как вы думаете, участковый в Волгодонске будет в курсе про эту ситуацию? Думаю, что вы ему укажете. Думаю, что да, потому что по телефону как-то это очень странно. Нет, тогда вы будете ехать только ко мне. У меня факт мошенничества был в московском банке. Что он сделает в Волгодонске, если сотрудник, если банк пришли в Москве? Вам же не сложно будет мне перезвонить попозже. Вы мне сейчас тогда еще раз, пожалуйста, представьтесь, я у нас узнаю наших. Потому что как-то странно, по телефону, вот сколько и по телевизору там говорят, такую информацию, наверное, никогда не буду по телевизору. А вы знаете, что у вас в телевизоре, вам мозги промывают? Вы знаете, что живете в таком вакууме? От вас весь мир отказался по телевизору, и скоро вы все умрете, особенно в Волгодонске. Жди ракету, сучка.